друзья всем привет с вами яков и мне очень приятно что смотрите этот ролик на моем канале и сегодня мы с вами поговорим о ассасиночке которая будет использовать такой гибридный билд атакую при этом противников у меня не паладина то есть форма медведя я решил поэкспериментироваться ассасинкой попробовав сделать из нее оборотня по мне билд получился довольно неплохой можно сказать довольно мощный и я спешу результатами поделиться с вами так как она имеет все свои бафы что касается нанесения урона в ближнем бою также дополнительные бафы от формы медведя паладина если вам интересно посмотреть что получилось в итоге то я предлагаю расположиться поудобнее а мы с вами разберемся с билдом и коробкой поехали на голову и во вторую руку мы одеваем и берем ровнословный шлем а также ровнословный щит под названием мечта каждый из них добавить нам по 15 уровня аурушок небес поднимет скорость восстановление после удара на 30 процентов каждый по плюс 10 единиц живучести а также по 20 сопротивление ко всем стихиям ну и в зависимости от уровня нашего персонажа будет нам добавляться определенное количество маны а также по 25 процентов к вероятности найти магический примет кроме того щит добавить нам плюс 15 единиц здоровья что касается этих двух аур то они друг на друга накладываются может сказать суммируются то есть если допустим убрать один из приметов неважно какой или щит допустим или шлем то урон снизится то что если вы хотите чтобы урон от данной ауры был выше то лучше использовать конечно два этих предметов также нам пригодятся когти головорез бортука для того чтобы получить плюс 2 единицы к навыкам ассасина также дополнительно плюс одну единицу к боевым искусством скорость восстановление пас удара поднимется на 30 процентов урон увеличится на 200 процентов хилить себя будем в размере 10 процентов при попадании получим по 20 единиц ловкости а также силы а в сокет который у нас имеется мы вставим руну шейл для того чтобы поднять свою скорость атаки на 20 процентов что касается наших вторичных предметов то в качестве оружия мы используем равно условное оружие зверь чисто для того чтобы получить третьего уровня умение человек-медведь во вторую руку мы берем щит спирит он же дух чисто для того чтобы получить плюс 2 ко всем навыкам на пояс мы одеваем времени верданга для того чтобы вывести на 10 процентов скорость восстановления после удара добавить себе 40 единиц к живучести а также снизить входящий урон на 15 процентов на один палец мы одеваем обручальное кольцо булкатаса для того чтобы добавить себе плюс одну единицу ко всем навыкам в зависимости от уровня нашего персонажа определенное количество единиц здоровью ну а также мы себя будем хилить в размере 5 процентов здоровья за удар на второй палец мы одеваем кольцо лютый холод это колечко не даст нам замерзнуть будет поглощать 20 процентов урона который нам будет наносить с помощью стихии холода на 250 единиц вырастет наш уровень атаки но также добавится плюс 20 единиц ловкости и 40 мани амулет мы используем гнев верховного лорда этот амулет нам добавляет плюс одну единицу ко всем навыкам плюс 20 процентов скорости атаки поднимает наш сопротивление к молнии на 35 процентов а также зависимости от нашего уровня персонажа будет нам добавляться вероятность нанести смертельный удар на ноги мы одеваем сапоги кровавого всадника для того чтобы увеличить скорость нашего бега также ходьбы на 30 процентов на 15 процентов увеличить вероятность нанести сокрушающий удар а также смертельный удар а также поднимется на 10 процентов вероятность нанести кровоточащий удар в качестве брони мы используем рано словную броню под названием стойкость она нам добавит определенное количество здоровья это будет зависеть от уровня нашего персонажа поднимет максимальное сопротивление к молнии на 5 процентов будет снижать урон на 7 единиц добавить нам 30 единиц ко всем сопротивлениям 12 процентов получаемого урона будет переходить к ману будет повышать наш урон на 300 процентов а также С 20% вероятностью мы сможем произнести заклинание морозного броня 15 уровня. И это в том случае, если по нам попадут перчатки из сета послушник. И называются они возложение рук. Они нам нужны для того, чтобы поднять наши скорость атаки на 20%. Добавить на сопротивление ко дню 50%. А также поднимут урон по демонам на 350%. Кроме того, с 10% вероятностью мы можем произнести заклинание 3 уровня священная стрела. Если при этом попадем по противнику. В своем инвентаре желательно иметь Hellfire Torch или же факел адского пламени. Для того, чтобы получить плюс 3 к навыкам нашего персонажа. И если вам повезет, следующий показатель. Плюс 20 ко всем характеристикам. А также плюс 20 ко всем сопротивлениям. И в идеале, конечно же, было бы неплохо иметь такой артефакт, как Анихилус. Для того, чтобы получить плюс 1 ко всем навыкам. А также в случае удачи, плюс 20 ко всем характеристикам. И плюс 20 ко всем сопротивлениям. Кроме того, на 10% мы больше будем получать опыта. Также наш инвентарь было бы неплохо забить такими мелкими самоцветами. Которые будут поднимать наш уровень атаки, наше здоровье, а также максимальный урон. На нашего наемника мы нанимаем во втором городе на уровне сложности Nightmare, и атрибут, который нас интересует, это Offensive. Для того, чтобы с помощью ауры, которая потом появится у нашего мерка, мы могли поднимать свой физический урон. Но в качестве оружия на наемнике я предлагаю использовать руднословное оружие, это Infinity. Желательно это руднословное оружие собирать из эфирной болванки, для того, чтобы в итоге это оружие наносило больше урона. В итоге мы поднимаем вероятность нанести сокрушающий удар на 40%, и наш наемник будет находиться под действием ауры осуждения 12 уровня. А это значит, что у тех противников, которые окажутся под воздействием данной ауры, будут понижены и защита, и все сопротивления. Но также Infinity будет уменьшать сопротивление от молнии у противника на 55%. Также в немаловажный момент, те противники, которых будет атаковать наш наемник, они не смогут лечиться. А на голову мы надеваем маску Ликандриэль. Она добавит ему защиты, поднимет сопротивление к яду, с помощью маски он сможет себя хилить, а самое главное, что поднимется скорость его атаки. Изначально она поднимает скорость атаки на 20%, а так как мы еще инкрусировали туда самосвет, то скорость атаки еще поднимается на 15%. И суммарно это получается 35%. Но в качестве брони мы используем руднословную броню, это стойкость, или же фортитут. Броня будет поднимать защиту на 215%, в зависимости от уровня мерка будет поднимать ему здоровье, сопротивление ко всем стихиям поднимет на 30 единиц, а что немаловажно, урон мерка вырастает на 300%. Кроме того, с вероятностью 20%, когда мерк получит урон, он прокастует 15 уровня морозную броню, что тоже для него дополнительной броней окажется. Ну а теперь давайте настроим наш билд и начнем с характеристик. Силу как и ловкость мы качаем чисто для того, чтобы надеть на себя наши предметы. Сила у меня получилась 96 единиц, ловкость 55 единиц. Энергию я вообще не качаю, а все остальные очки я вкинул в мою живучесть. И она у меня получилась 419 единиц. Итоговая мана 144 единицы, а здоровье 1504 единицы. Теперь давайте обратимся к нашей книге науков, и нас здесь интересует только одна закладка. Это дисциплины теней. И в этой закладочке нас интересует только 4 умения, которые мы прокачиваем до максимального 20 уровня. Первое это мастерство владения кактями. Это умение поднимет наш урон, уровень атаки, а также вероятность критического удара. Следующее умение это взрыв скорости. Это может так сказать такая мантра или аура, которая после активации будет поднимать мою скорость перемещения, ну а также скорость атаки, что в нашем билде будет очень полезным. Далее мы до 20 уровня качаем умение вином или же яд, для того чтобы наделять наши атаки уроном от яда. Ну и неплохо было бы прокачать одного мастера теней. Тут в принципе любой на ваш выбор, но я выбрал последнего, это тень мастер. Это по сути наш питомец, который будет сражаться на нашей стороне. Время от времени отвлекая противника, ну и нанося какой-никакой урон. Вот такой у нас получается в итоге билд. А теперь давайте посмотрим, как он преобразится, когда мы на себя наденем все наши предметы. В характеристиках сила получила 156 единиц, ловкость 135 единиц, живучесть 519 единиц, а энергия 65 единиц. Сопроцеление ко всем стихиям на максимальном уровне. Мана 373 единицы, а здоровье 2620 единиц. Обращаемся к нашей книге навыков и замечаем, что наши все умения получились, которые мы, во всяком случае, окачали, 28 уровня. Вот такой вот наш билд, а теперь давайте разберемся непосредственно с геймплеем. Но для начала давайте посмотрим, как она у нас получилась в итоге ассасиночка. Она имеет плюс 8 единиц дополнительных навыков. Скорость атаки поднимается на 115%. Скорость восстановления после ударов повышается на 135%. Имеет следующие вероятности. Критический удары 22%, Смертельный удары 55%, Крошащий удары 15% И кровоточащий удары 10%. Урон по демонам поднимается на 300%. Хилит себя в размере 14% здоровья при попадании. Ее нельзя заморозить. Получает на 15% меньше урона. Ну и сопротивление ко всем стихиям поднимается на 185 единиц. Вот такая вот у нас отсутствие. А теперь давайте разберемся с порядком действий. То есть как только мы загружаемся в игру, неважно мы попали на локации или не на локации, мы прожимаем наши три умения. Первое это яд, ну или вином. Второе это взрыв скорости. Ну а третье это призываем на помощь тень мастера. Задим перемещаемся на локацию, переключаемся на наше вторичное оружие и уже применяем форму медведя. Когда атаку медведя превратились, опять-таки возвращаемся на наше вторичное оружие, точнее первичное оружие, ну и двигаемся в бой. Само собой по карте мы перемещаемся ногами, но перемещаться мы будем очень быстро. За счет бафа от взрыва скорости. Атаковать форму медведя мы можем только атакой по умолчанию, что мы в принципе успешно и будем делать. И как только противников встречаем, начинаем их уничтожать. Наши атаки мало того, что наносит физический урон, они будут еще наносить дополнительный урон от молнии. Атаки будут наносить как физический урон, так и урон от молнии. Также еще будет работать аура шок небес. И все противники, которые будут находиться рядом с нами, тоже будут получать дополнительный урон от молнии. Разгонять этот урон от молнии нам еще будет помогать Мерк. Так как у него в руках есть оружие Infinity, а значит он является счастливым обладателем ауры. Который будет навешивать дебаф на противника, снимая сопротивления ко всем стихиям, а значит и к молнии, ну и снижая их защиту. И в принципе сражение с ними будет проходить без всяких проблем. Так что в принципе никакие муниеры нас не страшат. Только если муниерок молнии на высоком уровне. Допустим на каких-нибудь балоранах. Вот там может быть чуть-чуть придется помучиться. Но все равно проблем никаких не будет. То есть тупо перемещаемся по карте на наших ногах, точнее уже на лапах. Ну и этими же лапами атакуем противников. Которые под медвежий бой будут очень быстро перечаться в трупы. Так же в принципе и не особые проблемы нам составят и боссы. Мы имеем хороший буст по урону на боссах. И откидываться они тоже будут сравнительно быстро. Так что как видите, довольно неплохой и эффективный билд. Если вы его захотите попробовать, то вы можете найти этого персонажа в моей группе ВКонтакте. Так как как всегда он будет там сохранен. Ссылка на персонажа, как в принципе и на группу ВКонтакте, будет находиться в описании под роликом. Так что переходите, качайте, тестируйте в удовольствие. А я на этом моменте ролик буду заканчивать. Что вы думаете об этом билде, пишите в комментарии под роликом. А я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ну и желаю удачи. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok